все пошла друзья мои всех рад приветствовать я в рабочем кабинете на своем рабочем месте вещаю прямо отсюда это сегодня суббота 17 декабря снова на работе все как я одним словом движемся по мкаду выехал со стояночки ничего там пока не снимал начали потому что снега папа папа пока лопату нашел немножко вокруг оббежал машинка прогрелась в общем заехал колсу лукойловичу долил я все-таки керосин который у меня оставался в этот бачок там три литра получилось еще долил два литра солярки на лукойле сейчас посмотрел паспорт прямо минус 33 фактическая но будем надеяться потому что по прогнозу погоды чё там в питере по одному прогнозу минус 20 ночью стоит по второму 11 минус 14 ни хера не понятно очень интересно там каде показывает минус 5 с этой стороны а сейчас посмотрим что будет стоя потому что у нас можно с двух сторон посолить практически одинаковое значение вот едем мы с вами в город выехал почему в субботу на невоскресенье потому что не охота завтра приехать на границу отстоят там хер знает сколько а потом ночью выехал сегодня два часа дня пройдем к вечеру надеюсь что там субботу не будет оврала пройдем может а почки дойдем и ляжем спать а завтра за день деньской дойдем до питера у меня две точки выгрузки одна немножко на мурманском шоссе за питером там не знаю а вторая прям заходишь с мурманского из правой стороны почти все рядом но если рассматривать тот вариант что как иногда дают на ту сторону питера то такого вот нету разлета или как сказать то на то и получится поэтому вот так вот как-то вот так потихонечку раньше выехали чтобы конечно хотелось бы завтра но ну так не хочется ночами вот это вот все пиление зарится какая погода валит снег как бы дороги это в минске они такие тут соли накидали вот они разбиты а что там по дороге вот хрен его знает потихонечку поедет может быть завтра воскресенье покричим скове солярочки надо купить посмотрим в общем все это будет процесс а пока поехали работать так как вчера я была так я вчера выгрузил то что привез великих лук поехал загрузил вот это ну и вчера целый день там опять в делах 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 короче до вечера дожил на подушку легкой не помню как сегодня кое-как поспалось дать 10 что или до полдесятого опять там минимальные дела жена любимая собрала собачку там все нормально в общем поехали кататься в общем как-то вот так глазик потихоньку проходит потихоньку мажем гелем капаем каплями очень вроде как заживает все хорошо но это для тех кто вдруг волнуется все поехали работать бегом аль друзья мои блин вот такая погода сушки еду и понимаю же бля я не зря сегодня выехал потому что быстро не поедешь скользко пляха так ну как бы рабочая дорога ну скользковато короче вот поэтому сейчас зайду здесь магазинчик бегом или у у меня нет воды надо купить питьевой водички и так эти у меня есть для кофе на маловато один пакетик это на два дня мне надо на три то есть надо может и срочка в глазированных возьмем туда-сюда в общем сейчас бегом ли в евро от быстренько зайду посмотрю что там весь может шоколадочку какую на дорогу на вечер иногда сладенького хочется ну вот все и поедем дальше меленький снежок идет мороз 6 градусов был сейчас посолим сколько здесь он написано даже слизко маленько слизко на дороге вот 61 я вижу и как бы такая ситуевина скажем вот так что надо зайти и поедем дальше страховка мне не надо страховка у меня есть просто влепили может зайдем кофеина возьмем какого а звери на кофеина и поедем дальше в общем вот такие дела все вон фуры бочки заруливают и мы туда же они туда будут заруливать или с краю станут боюсь там может быть не почищена будет там каши по колено ну чё парни вы туда или не туда стали и поедут ну и ладно блин а лучше бы за поворотом стали чем перед парни если вы сразу не решились подождите сергей владимирович заедет потом уже вы там как-нибудь куда-нибудь может вот сюда вот залезть вот в эту драгу не там глубоковато я вот тут вот с краешку стану мне надо так стать чтобы они мне дали выехать сейчас они тут вдвоем станут и будет жопа ладно я поперся не тут закрою через дыхание то тут никто не про и побежал и ну все дорог сходил я позатарился водички взял сникерса взял сока взял короче 5 литровую баклажку тут он взял срач а это подписчик вот блин сути вот поздоровались магазине 5 минут поговарили 3 или 3 минуты вот на скамеечке едут на новополос короче возят какие-то масла или что третий регион кстати откуда-то с гомельские и все чем давайте пацаны вам хорошие дорожки то сегодня это весело каждый день это пол вчера тоже ездили тут или чё вчера горит хуже было видите что тут творится его мои вот это калий на блять хоть бы трактор какой пригнали разогнали тут хоть чуть-чуть бы нахер нужно скажем дружно поехали в сторону полоцка это новополоцк ну что на знаке стопен станем а то вдруг затаился хулиган а у все палочка едет мне нравится на какой скорости они посыпают бляха разгонится 70 и газует были на посыпают так чтобы качественно было чтобы как говорится уже слой насыпать и парни ехали радовались так все бегом ли еще разок привет я не знаю магазине больше вроде ничего не надо если что в пятерочку зайдем если вдруг что вода есть хлеб есть сосиска есть что еще надо правильно вперед поехали он самолет какой короче если что захочешь тиснуть ау-у-у белтол мил толстая вот так тисну со стороны вот можно приехать если что или на танк или на это ау стоят видите не габаритов что-то трючат а что не везут ничего не везут сами по себе едут что-то хрен его знает ну и ладно разберутся все взрослые люди все погнали заехал я на лукойл калсу лукойловичу так сказать взял кофейку и соля рачки купил 150 литров по-братски по 2 по белорусскому все равно полина еду на питерп сами понимаете там такое направление что можно ничего и не купить по 2 так по 2 но что делать я сегодня россию покупал 4039 в соседнем банке 41 короче валюты пошли вверх на их нахрен как-то так ладно лукойл хорошее топливо правда никто обычно надеюсь что он написано что зимняя а насколько она зимняя хрен его знает ну взяли и взяли и хорошо боже а я раз крикнул что-то там начали узбек что-то там валюту доллары что-то я в российскую сетку переключился вы что-то хотел что-то туда-сюда непонятная белорусскую опять спросил них туда ладно пойду за кофе мы тут машинка подъехала я рим уже продаешь сейчас гляну я информацию слышал что ты спрашивал дети отвечают мне не слышно ну не знаю никого не шел все нормально немножко топлива у нас есть но почти 200 литров есть так что можем спокойно до питера ехать спрашивать кричать у нас есть практически туда и практически обратно так что можем ехать спокойно покупать топливо спрашивать ну или там на я уже думал помните когда-то ездил там кричали маску на москву это дорога софийка и там есть от нефть любой объем по 46 50 хотя и на рост нефти тоже сдают любой объем вроде по 49 он кричал или по 48 я чуть не вспомню но если что я думаю завтра вечером я буду там вечером они кричат там нормально сдают надо будет где-то подъехать до добить полные баки да и все правильно это так мысли вслух скажем так все лепили привет поехали в дальше в сторону полоска чуть посыпали видите вот только видно недавно прошелся пытался подсыпать маленько погнали но вроде никого на границе и не было сказали вообще машин нет никого нет однако же он кто-то стоит а ничего все бля отсюда со стоянки выехали еще придется часик тут по вымораживать е-мое но я надеялся что здесь натуре никого нету а хрень на это вот видите все это уже включил левый пас масс тут и сюды вот это лезет заднюю передачу включил да да это этот калининграде кстати у которой меня обгонял который кричал пацаны дайте зеленые у меня там орит время заканчивается какое время у него где заканчивалось хрен его знает поедет объезжать а так понял все равно там . поехала кого-то обижать этот поехал обижать я ну можно слышу никого нету вот эта тачка стоит пойду я оформляться значит что-то они тут пообъезжали а это значит не оформились пацаны до сидел спал смоленский значит не оформлялся ладно пошел я короче на границе все как всегда вот смотрите я приехал но вы видели на две машины но при этом на гродненский один на бочке он типа пустая бочка взял колейку объехал под шлагбаум типа идите оформляйтесь а там очередь на оформление два человека братишка там чуть ли не в маечке стоит уже мы вроде мужик возрасте игра чё ты так без очереди так я пустой горячо ну и чё говорю тут один шлагбаум пустой ты полный оформляться все равно надо смотреть на тебя все равно будет ну ладно подъехал гродненский тентовик тоже до шлагбаума поставил и пошел а мужа я вот этот и вот этот уже оформленных где он был что он делал никто не знает от этого и очереди вот стоит выехать не может проехать пожалуйста из-за того что стоят но вот сейчас поедет наверное пограничник его должен пропустить короче дичь полнейшая ладно все друзья границу прошли вот казалось бы да я приехал там вторым третьем не знаю час час времени охренеть просто капец все сейчас будем подъезжать оплачивать платные магистрали ну и все поедем до почки там хоть интернет есть вот я я думаю не думаю что он уже оплатил еще пойдет я сейчас тоже ставлю за ним машину чем побежал я оплачивать все прошли потихонечку девушка подошла это таможенница но прямо минуту посмотрела да спасибо закрывается счастливого пути все ну этот риф тоже вот он пломбированные ну я имею ввиду видимо под таможенным контролем ну правда заставил как у пакетники ходить открывать вокруг машины куртку не снял все сим-карту я уже перезарядил денег закинул сейчас наверх поднимусь к заправочке ну и все короче поедем до ну вы поняли едем туда почки по почки ночуем будильник не заводим как-то вот так поспим из крючка как говорится по тихой грусти поедем в сторону питера пока там как раз говорят там питер замело чтобы его разгребли снежок убрать чтобы сергей владимирович приехал а там все чистенько красота все ладненько сейчас остановлюсь наверху и поехали до почки куртку надо снять у меня как обычно ночные развлечения позвонил тут женой сидел разгады приехал все нормально работала работала фен для по хреста потуха не знаю чем дело короче скинул шланг есть подозрение что вы здесь вот их все-таки ледышка какая-то погрел ее потому что тогда тоже тут погреют херак идет в общем погрел шланг скинул его слил солярки тут сколько не знаю трохи слилась грамм 200 на землю сейчас буду смотреть вот запустилась вроде очень походу надо снимать бачок там или вода есть или что не знаю но в канистре в красном которые у меня солярку покупают там вода есть леденки плавают так что-то российский жмурдяк который заливаем короче как обычно всякое с дерьмом вот сейчас привяжу здесь кому тиком потому что она тут держаться не будет то чтобы по земле чтобы так не висела вот фильтр огонь видите смотрите фильтр чистый солярка как слеза на улице 9 градусов мороза я думаю что вот здесь вот попала вода собралась то есть вот мороз начал придавливать она промерзла и вот здесь льдинка застревает я ее погрел феном скинул здесь вот бог слил на землю сейчас посмотрим утром узнаем мы все будем живы ладно сейчас перед собачьем доброе утро друзья это уже утро это уже не вечер это отработало в общем погрел эту часть слил она увидите не мерзает как слил а тут почему-то мокрое море течет плохо зажал и хер с ним а вот и все всю ночь отработала это ведро так карактив с утра тоже раздуло видите как пока у меня я посмотреть хочу с какого бака я качаю где я с какого вот кто спрашивал система как сделано в баке пожалуйста 1 бак 2 тут краник сейчас я свет молажа бляха а тут краник тут краник и в одну вот туда идет общую включаем по очереди баки хочешь левый хочешь правый час левый качает правый закрыт с той стороны тоже самое хочешь правый и здесь один краник вот он болен закидала педалагу ой 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 сейчас мы его освободим вот он тоже закрыть все больше отсюда больше оттуда качаешь так это и происходит вот так вот там кнопочка стоит вот салоне и вот так вот льется это для тех кто просил там попросил человек как система все очень просто все расходил помылся кофе попил качаемся и выезжаем холодно капец на улице вебаста подколола меня с вечера но сейчас все вроде хорошо сейчас секундочку sky качаем посидим минут 10 на 15 очень вот такие дела во всю качает и вебаста и насосик все друзья ждем пока перекачается время 7 50 и как грится по старт на старт сумму так ну что народ погнали работать время 8 утра выехал вон со стоянки тут просил вчера там человек до 8 выехать я выехал надо было постоять еще минут 5-7 и все и попрем по тихо по тихо хотел я без будильника блин ну чё то это видите как просят люди чуть пораньше выезжать вот пожалуйста бан тут нечто спит стоит думает правильно чё на стоянке дорого 270 рублей моя машина стоит сколько фура я не знаю мне кажется фура еще дороже но кто вообще платить не хочет вот парни ночует возле магнита и пятерочки не знаю мне кажется это такое себе удовольствие тут возле магнита пятерочки чем все ладненько потиху-потиху раскручиваемся и поехали доедем до пскова до острова может еще покричим что-нибудь вдруг кто-нибудь что-нибудь нам продаст было бы неплохо 2 литров 200 можем брать у нас еще хватает места так что как-то вот так в общем потиху поехали о думаю что так прохладно в окна были открыты и около маны он же рассвет наступает он видите чуть-чуть начинает голубеть голубеть небо вон он рассвет через грязное стекло блин вот такую льдинку встретишь не боится счастье парни отваливается на фуриях но вот уже типа рассвело это типа псков вернее я уже почти прошел но у нас еще там пост будет вот первый псков проходим так сказать первую часть что не могу понять чуть такое туман не туман мороз не мороз тут такое оседает ехал тут покричал соля ручку но вы сами понимаете воскресенье 10 утра еще все желающие немножко под заработать я думаю отдыхают блин надеюсь что в питере я все-таки услышу эту рекламу же там тот нефть он там сдает попробуем туда крутануть как раз пока доедем туда-сюда глядишь может литров 300 и войдет затаримся если что но это так мечты скажем легкие все а у веревочный парк какой-то это типа парк развлечений или что это такое пожалуйста можно отдохнуть если чё отель раздолье а вот полазить попрыгать нормально так нормально ладно поехали поехали долей так ну что лужский пост прошел я заезжаем сюда на лукойл где мы с братом тогда тут спали и потом где я еще спал тут будем обедать будем обедать будем обедать а у машинка вы кто-то стоит тут кричит топлива куплю кто не знаю я говорю продаешь или покупаешь он покупаю игрок тоже купил но никого что-то пока не вижу по чтобы спросить у дяды к у него рация есть нету на этой бочке он я по него купил бы пару сотен литров сейчас так проеду спрошу купил 10 литров наступа 40 с колоночки но вы были братан может у тебя хоть 100 рублей сдачи эти 500 вообще денег нет я решу делать будем верить ему дать пиццу сходи за 100 рублей чтобы купить себе чуть не захотел ладно становимся вот сюда вот крутим паузу обедаем и выдвигаемся ну и посидим чуть-чуть на рации а вдруг кто-нибудь продаст правильно правильно мелочи нету это плохо у меня тоже мелочи нету но вот прям вот всегда кто-то продает вроде дешевле агрегла на стоит не могу больше продать по 10 литров канистрочку себе вечно приготовлю чуть-чуть налью все чем ладно поедем дальше если что кого-нибудь все сережка будет вон он друзья лукойл все и мы поехали 170 километров не показывает до точки то куда я еду городской поселок морозов и река морозово такое также потихонечку время блин 1240 мужу пообедали паузу открутили так что осталось только солярки полные баки задарить и все ну и мороз посмотрел сейчас вот стоит там вот тут 11 градусов к вечеру будет повышаться плюсу и куда уже будет мой плюс один так что надеюсь не замерзнем все будет хорошо бля забыл глазик закапать ладно надо было и гель заложить глазик закапать подзабыл и напрягли меня ребята которые писали только что в комментариях я вот сижу читаю опять начали там поле чуть ли не политику и заблокировал короче одного вот хочу напомнить что канал не о том и не о сём хотите пообсуждать кто там главнее в этой жизни все остальное на другие каналы которые связаны с политикой там вот заходите и обсуждаете высказывается свое мнение здесь она никому не интересно поэтому поэтому мне здесь писать не надо будете писать будете заблокированы как-то так все поехали санкт-петербург ждет нас ну что народ ну вот серёжка и добрался до города санкт-петербург до культурной столицы вот нам сейчас накат 52 километра до места куда этот дяденька там ездят справа где он там где ты там отец да я сюда залезу через 800 метров направо ну в общем уходим направо а новости какие я позвоню я уже та реклама даже башка дыши позвонил я на выгрузку сняли трубочку струда с работой до трех часов через 153 на лежат что я приеду поэтому я сказала там девушка женщина не застан приезжайте мы вас выгрузим я слух более он вообще круто круто я хочу я еду в общем еду если бы я знал я бы не кушал так долго честно говоря а как нибудь бы чуть-чуть быстрее бы накидывал ну так перекусил и полетел бы дальше в принципе он к трем часам приехал и обедай я же не знал меня не предупредили так что у нас есть возможность такая теоретическая возможность разгрузиться одну сегодня точку и все и завтра надо будет подъехать но здесь прямо с мурманки недалеко не выгрузить вторую так что как-то вот так поднимаемся вот на кадр прямо 17 километров почему не с и кады санкт-петербургские кольцевая или как там санкт-петербургская почему-то кад кольцевая автодорога просто ее обозвали и все 16 километров до дороги кока-кола какой-то и там потом 35 останется до места в принципе все нормально и самый прикол то что я говорил что потом по мурманскому шоссе мы въезжаем и у нас где-то справа там будет вторая точка выгрузки не знаю точно где но где-то будет лана коллеги простите или не коллеги кто там все кто едет подвиньтесь нафиг все полетели нам полетели дальше полетели она тоже не полетишь там зайка сидишь что-то в этом не занятиде ни хрена не едет нам надо трошки быстрее поехали да там такие с улыбкой легкой на лице херачат с шашлычков все уходим на колу почему так называется интересно кто кто расскажет стараться это включил туман солярки купить тоже сильно одни покупатели и мое одни покупатели ладно а вдруг еще купим а вдруг получится вот нам потом вот это мурманка я так понимаю да по ней потом будем заходить вон туда вообще по прямой он туда и у нас туда чуть-чуть город въедем и там где-то будет выгрузка то он вижу какой-то он там торговый центр нам кунь заправочку бы пристроиться хорошую где-нибудь с краешку стать и все и до утра можно будет кайфовать ладно поехали до выгрузки так сказать будем надеяться что у нас все получится сегодня короче вот направо а у поселок имени морозово нам вот туда прямо 10 километров нам вот туда потом вот сюда потом налево и вон туда 10 километров и мы на месте принципе быть пока все нормально ладно поехали сейчас подъедем там включимся посмотрим где там ну там прям какой-то заводе должен быть типа что-то того как я понимаю а это новая ладога туда на волокду как я ездил только я с другой стороны ездил а можно сюда и пойти это вот эта дорога туда на мурманск которая ведет сказали в городе мурманске еще 90 и не уходили как захватили там все так вот до сих пор там все как было в лихие 90 правда нет не знаю но говорят что так сладенько поехали пока здесь узнаем что тут как но тут и рыболов есть и тупой судой его и аптека и пожрать и растения нам где-то здесь налево вот мы должны повернуть щас и 670 метров и мы приедем но вроде так малюет так ну куда ты едешь на этом ведре американском давай ехай на ее мое все по японские не могу ловить как надо правильно петра хлебушек вот тут хлебушек какой-то праздник пироги выпечка вкусные обеды надо зайти будет каких-нибудь булочек взять погрызть потом чтобы было перед сном вкусно где-то я уже вот тут вот чувствую подъезжаю улица чкалова направо вот туда нам и надо улица чкалова все правильно видите главнее идет налево а нам направо а затем выполните разворот очень чудесно плана друг буду набирать не сказали что ждут вот он респирации респираторный кольда жатка не стык все буду звонить удачно я еду набираю тут девушка это вот там со склада тут это газелька горит езжайте за газелькой вам покажут куды вообще нормально в общем нам повезло мы сюда выгрузимся и блин все поехали что-то сужден такие руины вокруг тут заезжаешь пожалуйста что-то здесь делают там написано склад я уже вижу по написанному езжем склад производство склад налево производство прямо муж по братан где выгружаться поехали сейчас у нас прошу ну что народ я приехал 1450 время 15 07 я выгружен рулоны выгрузили занесли в этот контейнер все сейчас девушка сказала подпишет документы и принесет так что супер верит а вас вообще завтра ждали я грязно я шам позвонил просто спросил можно ли туда-сюда к вам приехать вы сказали что можно разгрузиться так что вот так вот все прошло успешно все успели прошу все я еду на руслефть вам выкладываю сейчас эту часть всем спасибо за просмотр за лайки за коменты вот буду отдыхать до завтра до утра завтра мы выгружаемся и едем загружаемся и валим домой надеюсь что все пройдет хорошо всем до завтра